Добрый день, участники и коллеги. Давайте я сейчас отниму, потому что объявления не было. Константин Шапиера, чему научат искусственный интеллект наследники человечества? Ну, я сначала обещал пнуть Павла, естественно, потому что я из числа потерпевших их масштабной образовательной программы, и это возвращаясь к разговору про эффективность, про модели отслеживания эффективности онлайн-курса и прочее. Ребята, вы почему решили, что все должно быть эффективным? Мозг работает круглосуточно, он пишет, он запоминает, он спит потом, чтобы переработать все это. Мы почему коммерциализированную модель эффективного производства пытаемся применить ко всему? Люди уходят из, ну, не будем называть конкретных компаний, что-то пром, через 2-3 года, потому что дальше организм не может в таком режиме функционировать. Мы почему хотим, чтобы дети все время эффективно работали? Притом эффективно с нашей точки зрения. Мы вообще, мне кажется, заблуждаемся относительно не то, что даже целей. Мы вообще заблуждаемся относительно происходящих. Мы рассуждаем в категориях, а как нам отличить фейк не от фейка. Мы рассуждаем в категориях, а как нам проверить, это он сделал или не он. Да, они-то вообще уже в другом мире живут. Инструкции к ЕГЭ разрабатывают в Федеральной службе исполнения наказаний. Они что проверяют-то у них? Мы хотим, чтобы наша старость прошла в каком мире? А еще, не дай бог, изобретут бессмертие. Мы потом жить будем в каком мире? Вот, наследники человечества, это кто? Те, у кого проверили остаточные знания по русскому языку в 11 классе? Вы понимаете, есть такое понятие в науке, методическая система. Оно с чего начинается? Оно начинается с требований внешней среды. И требования внешней среды, это не то, что придумано Министерство просвещения, или сделали китайцы, и нам поэтому тоже надо. Требования внешней среды, это то, что происходит. А происходит то, что искусственный интеллект, как и другие технологии, уже пришли. Не надо думать, что 90% населения Земли будет понимать, как это устроено. Уже большинство из нас присутствующих относится к высоким технологиям как к магии. Мы знаем, что она есть. Сказал орфографус, он проверил тебе орфографию и так далее. Поэтому давайте думать о том, в каком мире мы будем жить, и что, собственно, у нас происходит в этой истории. Вот мне очень всегда нравится, когда мы рассказываем, детей мы будем учить. Задача-то какая у образования? Передать ту культурную традицию, в которой мы существуем. Ведь человек, это не только биологическое существо. Человек только тогда человек, когда он наследник культурной традиции человечества. Теперь поднимите руки, кто может уверенно ответить на вопрос, что он точно знает, что он сделал для того, чтобы в цифровом мире культурное наследие стало доступным для этих детей. Что лично я сегодня сделал для интернета? Ну, если упрощать со всем вопрос. Да ничего. Музеи русские, Эрмитаж, многие производят кучу контента, оцифровывают картины. И что? Ничего не происходит. Подождите, сейчас, куда? О, мы почему-то говорим про клиповое мышление. Откуда взялось клиповое мышление? Человек не эволюционирует с такой скоростью. Передача знаний Татьяны Альбертовны невозможна. Никаким электромеханическим путем. Потому что нейронные модели формируются в голове у каждого. Невзирая на то, что интернет, общий искусственный интеллект, общие модели в голове у каждого свои. И задача их сформировать. Вот задача образования, она была, есть и будет оставаться, есть. А вот как эти модели сформировать? Вот что делать со всей методической системой? Вот это вопрос вопросов. Ну, следующий слайд я пропущу, потому что рассчитывал несколько на детскую аудиторию. Мы сейчас что имеем? Мы сейчас имеем ситуацию, когда дети не видят объект в среде. Ведь вспомните, когда вы все росли, это наследники Ренессанса и Возрождения. Вы наблюдали лягушку в пруду, ну, я условно говорю. А они сейчас ее наблюдают. Да, и мы знали, что это взаимосвязанные вещи. Во всяком случае, нам было интересно. А они сейчас наблюдают лягушку на картинке. Притом еще нарисованные, мультяшные, да еще искусственным интеллектом. У них нет мотивации узнать, где она жила, пронаблюдать ее взаимосвязи. И мы, когда говорим о цифре и создаем электронное обучение и прочее, 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 мы все время говорим о том, что вот объект, и вот надо с ним что-то делать. У изнательства просвещения, когда-то 10 лет или больше назад, когда к ним словечек пришел, была замечательная идея про электронный учебник, где каждое слово – это интерактивный объект, связанный с другими. Где этот электронный учебник? Ну, и в Википедии не учебник. Надо все-таки понимать, что учебник – это специальным образом организованный текст для соответствующей целевой аудитории. Идея, да, та же, в виде технологий существует уже не один десяток лет, но напоминаю, что массово использование, в том числе и в образовании, стало возможным только тогда, когда Google сделал подходящую технологию. Мы сами ничего не делаем для того, чтобы ребенку в цифровой среде был интересен процесс познания. Мы не цифруем культурное наследие человечества должным образом. Что должны дети воспринять из этого культурного наследия? И как они это могут сделать? Мы не создаем им такой возможности. И вот это одна из основных проблем, которая, как мне кажется, сегодня стоит, на которую должна ответить и методика, и дидактика, в том числе школьного образования. И возвращаясь к школе, которую можно построить, которую нужно построить, давайте только не упускать из виду, что школа – это все-таки выполняет еще функцию социального присмотра, потому что передавать культурную традицию – это некому, все же ушли на работу, поэтому этим занята школа. И она должна сделать это для всех каким-то образом. И давайте думать вот о формах организации образовательного процесса, о новой методике, о новой дидактике, о том, как цифровой мир сделать, ну, неадекватным, это невозможно, реальному миру, а хотя бы, чтобы модели, которые мы строим, были взаимосвязаны, находились в системе и приближены к реальным объектам по их существенным свойствам. Ведь на самом деле в ГОСТе, даже в ГОСТе, в ГОСТе сказано, что EOR – это в том числе, значит, представленный в электронном виде ресурс с соответствующей системой метаданных. И вот если воспринимать его так, то тогда, понятно, место искусственного интеллекта. Потому что если мы оснащим все электронные объекты системой метаданных, то по поисковому запросу мы будем получать несколько сот тысяч объектов. И ни один эксперт, ни один человек, ни один учитель не в состоянии вычленить, что нужно этому ребенку сейчас для этого занятия. И вот здесь история с искусственным интеллектом могла бы пригодиться. Еще одна важная история, ну, это цифровые разрывы, которые нам предстоит преодолеть, я про них, в принципе, уже сказал. Еще одна важная история. Что такое? Конец? Цифровой разрыв. А, значит, что такое наследие, собственно, человечества? Мы что в это понятие вкладываем? Мы что хотим, чтобы наши дети его наследовали? Мы рассматриваем новое появляющее технологии как неизбежное зло. А оно не зло, оно часть мира. Мы не заметили, как интернет подменил книгоиздания и поменял полностью парадигму тиражирования и распространения незнаний. Сейчас мы не замечаем, как часть рутинного труда, в том числе в интеллектуальной сфере, переходит к искусственному интеллекту. Заниматься надо этим. Не учить детей программировать искусственный интеллект в школе, господи, какая утопия. Такая же, как программирование и робототехника. А заниматься тем, чтобы научить их этим пользоваться, жить этим. С тем, чтобы, например, презентовать свою личность средствами, в том числе искусственного интеллекта и других технологий, в соответствии с тем сообществом, в котором пытаются ее позиционировать. Не искать, сам он это сделал или нет. Вообще, забудьте слово экспертная оценка по отношению к детям. Забудьте про проверку домашних заданий. Вообще, это анахронизм уже какой-то. Но школа за них держит. Какая система домашних заданий? Вернусь к тому, чтобы пнуть Павла. Когда учились директора, он же, нет, он знает, он делает вид, что не знает, что директора учились не все сами. Потому что директора, когда увидели, что он от них хочет, вот эффективную систему, они построили потрясающую систему, программу повышения квалификации. Она требовала от участников активного действия. То, что мы все время хотим от детей. Я не знаю, с какой процент директоров это сделал, но знаю многих лично. Они плюнули и сказали, господи, боже мой, что они там придумали? Зам по информационным сетям. Мой логин, мой пароль. Вперед. И успешно закончили курсы повышения квалификации. Не поменяв сознание, то, на что, собственно, рассчитывали организаторы программы. И это плохо. А это произошло потому, что мы не живем в этой парадигме деятельности. А должны и сами жить, и для детей ее организовать. Потому что просто отвезти ребенка в музей сегодня недостаточно. Важно создать условия, чтобы эти музейные экспонаты были зачем-то ему нужны. Я все время говорю, что в пандемию акция «Воспроизведи картину, сфотографировавшись в предлагаемых обстоятельствах», сделала для развития художественного восприятия детей больше, чем все дистанционные курсы всех музеев мира вместе взятые. Потому что зачем-то детям вдруг понадобилось искать картины. Вот над чем надо думать. Над способами, как сделать существование ребенка в цифровом мире комфортным, как передать ему все накопленное богатство, и как дать детям целевую установку на то, чтобы и искусственный интеллект в том числе воспитывался на культурном наследии, а не на том объеме фейков, которые он сам производит. Вот на этом надо сегодня сосредоточиться. И ни в коем случае, конечно, вообще не рассматривать искусственный интеллект как угрозу образованию, как... Это просто еще один инструмент, это просто еще одна действительность, как интернет, с которой нам придется жить вместе. Ну и два последних маленьких слайда про Вовку в 39-м царстве, искусственный интеллект. Это мы почему-то думаем, что искусственному интеллекту есть до нас дело. Он живет в своей собственной парадигме, да, авторами которой мы изначально являемся. Но искусственный интеллект, наверное, никак к нам не относится. Это эмблема, которую придумала школа, в которой я сейчас работаю. Вот искусственные там цифры, искусственный интеллект, и человек тянут руки навстречу друг другу. Никто к вам руки не тянет. Это наши загребущие руки пытаются в том числе подмять искусственный интеллект под свои практические задачи. И на этом я хотел бы закончить. Спасибо. У меня первая маленькая ремарка к вашему кусочку вашего слайда, где вы говорили про важность метаданных. Я хотел бы заметить, что идея семантического веба уже была 30 лет назад, и она не выстрелила. И она вряд ли выстрелит от того, что вы будете призывать к этому. То есть это классная идея, но она очень трудоемкая. Чрезвычайно трудоемкая. Именно по этой причине так мало желающих делать классные, размеченные метаданными, хорошие контенты. А потом еще не понятно, что с ними делать. Может быть, поэтому искусственный интеллект здесь и поможет? О, может быть, да. Еще раз представлюсь. Анна, компания Skyeng очень согласна с вашим тезисом о том, что необходимо проектировать цифровую образовательную среду таким образом, чтобы она была, скажем так, активной. В общем, мы пытаемся это делать и пытаемся все это оцифровать. Особенно много работаем над сегментом цифровой образовательной среды для дошкольников. У нас есть один из проектов. Это мобильная игра, где гейм-дизайнеры проецируют цифровое образовательное пространство, где каждый предмет оцифрован. Ну, собственно, это такая некая вселенная, где дети могут взаимодействовать с чем угодно. К слову сказать, самый популярный предмет. У детей там нет цели, с чем взаимодействовать. Они могут сами создавать истории. Это некоторые песочницы, в которые они играют. Самый популярный предмет – это швабра. По количеству использований, по длине сессии взаимодействия с этим предметом. Возможно, это объясняется тем, что чуть-чуть смещена аудитория в сторону девочек, но суть не в этом. Суть в том, что то, что вы говорите, что нужно проектировать цифровую среду таким образом, чтобы она давала детям возможность взаимодействовать с этими объектами, хотя бы приближенно с реальным миром, для того, чтобы был какой-то отклик. В чем, собственно, вопрос? Я обратила внимание на тема исследования «Формирование инновационной образовательной среды школы средств на дополненные виртуальной реальности». Хотела спросить о том, как вы видите, может быть, какие-то принципы формирования такой среды, и верите ли вы в то, что можно создать эффективную образовательную цифровую среду, особенно для маленьких детей, где у них цифровая среда дает возможность взаимодействия с объектами, но не физического мира. Помните, вот Павел говорил про кентавров? Человек-животное. И я лично не верю пока в создание эффективной, полностью цифровой среды, интересной ребенку. Я позволю тебе маленькую, буквально полу-тридцатисекундную байку. В 1996 году у меня были профильные классы по информатике. Четыре часа информатики, проектирование сетей, программирование там и так далее. И социально-коммунитарные. А класс компьютерный один. Как только приходил социально-коммунитарный класс, который вдруг оставляли на 10 минут одних, все, это бесконечные игры и ничего более. Профильные дети наигрались за две четверти. После чего стали решать поставленные перед ними задачи. Понимаете, как очень хорошо сказали, игра – это постановка ложных целей и путей их достижения. Невозможно все время на это рассчитывать. Это может быть только мотивационным моментом. Поэтому построение эффективной, образовательной, цифровой, игровой среды видится в меня бесперспективным занятием. Константин, простите. Воспользуюсь вашим вопросом, отвечу вам и уколю вас. Значит, в нашем понимании, игра – это высшая форма организации любой деятельности. Только игра не игрушка, а игра, например, оргдеятельностная. Это как высшая степень. Поэтому играть не просто можно, а нужно всю жизнь. И до нее надо дорасти, чтобы еще играть. А в отношении вашего вопроса, это прекрасный, посмотрите, пример компании научного развлечения. У них есть такой продукт, называется «Наураша». Набор, естественно, вот, кстати, объединение, как сделать так, чтобы цифры не мешало чупать реальный мир. Значит, комплект «Наураша», этажерка с кучей датчиков, упакованной в виде божьих коровок, тра-та-та, но это профессиональные датчики. И классная мультимедийная оболочка, позволяющая, ну, и в игровой форме, там, засунь эту божью коровку, там, в лужу, там, тра-та-та, ну, вот этот диалог, потому что дошкалят там невозможно. Именно способ познаний, основ химии, основ биологии, основ физики. Вот это просто как пример того, где можно сделать игровую среду, но с изучением реальных физических, химических, биологических и других закономерностей. Кто еще? Так, только просьба вопрос формулировать. Здравствуйте, Инна. Можно вопрос вот по поводу, если именно это не какая-то среда, в которую предполагается человека погрузить, то как предполагается вот это вот культурное наследие передавать и какими методами? Ну, наверное, я не могу ответить за всех. Эти методы как раз сейчас и надо искать, надо искать новые формы. Я попробую пояснить. Понимаете, на конференции одного из районов города в прошлом году на Августовской заседало много умных людей и ученых, решающих, как улучшить качество воспитательной работы, как улучшить цифровую среду. И вот воспитательная работа рассуждала, рассуждала. Я глубоко уважаю этих людей. Они сказали много умных слов углубить, улучшить, проводить больше образовательных мероприятий и прочее. Но вы знаете, на мой взгляд, если бы они сделали районную фабрику тик-ток-контента воспитательного, который бы вводил в поле восприятия ребенка то или иное понятие и мог, подчеркиваю, не вызвать бы, а мог бы вызвать интерес, это бы сделало больше, чем все эти бесконечные мероприятия назидательного характера. Леонид, учитель информатики и общеобразовательной школы. Вопрос такого характера. Я, собственно, согласен с тем, что в целом все эти нейросети и так далее, искусственные интеллекты, это все, по сути, свои инструменты. И вот идет вопрос, как это все использовать, как это вообще воспринимать. На самом деле, как мне кажется, в данный момент, в том числе, когда задается вопрос про виртуальную реальность, прозвучала такая мысль, что сначала нужно человека научить пользоваться этой виртуальной реальностью. Но, как мне кажется, в данный момент у нас есть технология, которая, скажем так, уже давно с нами, это интернет. И крайне малый процент, не только детей, но и, в принципе, людей взрослых, в том числе, не умеют им пользоваться. Потому что, ну, надо все равно, как обычно у нас происходит взаимодействие с интернетом у подавляющего большинства. Я думаю, собственно, среди нас тоже такие имеются в любом случае. Это написать свой вопрос, там, дай бог, первые пять ссылок посмотреть, там, какие-то источники, все, я эту тему узнал и так далее. Тут же, получается, нужно как-то комплексно, наверное, подходить ко всему этому, к восприятию самой системы интернета в том числе. То есть, как этим всем пользоваться, какие нам плюсы может это дать и каким образом, скажем так, уберечь себя от негативного воздействия вот этой вот, скажем так, нефильтрованной абсолютной системы. Ой, прекрасный вопрос, я сейчас на него отвечу и как раз адресую к вам. Да. К вашему вопросу? Нет. Да. Значит, во-первых, идея про то, что что-то можно фильтровать, фильтровать можно наливку, когда ты ее делаешь, а фильтровать контент уже давно нельзя, потому что те, кто занимаются фильтрацией на профессиональном уровне, те же самые поисковые системы, делают это значительно лучше нас с вами. То же самое с искусственным интеллектом. Ой, опять возвращаюсь к угрозам. Искусственный интеллект и его использование станет эффективно отдельным человеком только тогда, когда мы вернемся к истории про ядро персональных данных. Когда мы будем не для цифрового мира не массой, а обретем статус цифровой личности или цифрового гражданина, как хотите это назовите. Когда личное ядро данных будет, условно говоря, храниться в депозитарии, государственном, коммерческом, неважно, и доступ ко всему остальному будет через него. Вот тогда туда можно привязать искусственный интеллект, который про тебя что-то с твоего позволения будет знать и фильтровать контент, подбирать курсы и так далее именно для тебя.